Динозавры Тот самый метеорит 66 миллионов лет назад нашу планету населяли динозавры самых разных видов и размеров. Умные, хорошо адаптирующиеся к природе рептилии, многие из которых были прекрасными охотниками. Как так вышло, что один единственный метеорит положил конец их существованию? Однако тот самый метеорит трудно назвать просто камнем из космоса. Глыба шириной в 15 километров ударила по Земле с силой в миллиард раз больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрывная волна и радиация в буквальном смысле смели все, что находилось в радиусе сотен километров. Удар спровоцировал мега-цунами, извержение вулканов и лесные пожары мирового масштаба. В результате столкновения вымерли 75% всех видов, обитавших на планете. Случись оно чуть раньше, чуть позже или на несколько километров левее, и жизнь на планете кардинально отличалась бы от нынешней. Астероид упал на мелководье океана, в том месте, где сейчас находится мексиканский полуостров Юкатан. Но даже если бы он упал в глубокой части океана или вовсе пролетел мимо Земли, динозаврам для выживания пришлось бы перенести еще несколько глобальных кризисов. Полоса препятствий 55 миллионов лет назад климат на нашей планете изменился, но его можно было смело назвать жарким. Средний показатель температуры тогда был на 8 градусов выше, чем сегодня. Площадь тропических лесов тогда была громадной, но и растения были куда менее питательными для травоядных. Скорее всего, ящеры сумели бы адаптироваться к такому рациону, но стали бы значительно мельче в размерах. 34 миллиона лет назад климат стал суше и холоднее. В этот период царили бы длинноногие и быстрые ящеры. Им легко было бы преодолевать огромные травянистые равнины, которые начали бы теснить леса. У таких динозавров оставалось большое преимущество перед млекопитающими. Ящеры обладали более острым зрением, были быстрее и сильнее. Некоторые ученые сомневаются, что млекопитающие вообще смогли бы значительно эволюционировать, если бы продолжили жить бок о бок с такими соперниками. Впрочем, люди же как-то развивались рядом с мамонтами и саблезубыми тиграми. 2,6 миллиона лет назад на Земле начались ледниковые периоды. Вымерло бесчисленное количество видов. Но и тогда, как утверждает наука, у некоторых динозавров оставались неплохие шансы на выживание, ведь по крайней мере часть из них была теплокровной. И если бы ящерам удалось адаптироваться к холоду, сегодня мы вполне могли бы увидеть живого Тирекса. Правда, скорее всего, встреча произошла бы в заповеднике. Учитывая природные условия и развитие цивилизации, сегодня крупные динозавры считались бы вымирающими видами. Переживая неглобальные кризисы нашей планеты, варианта осталось бы всего два. Либо мы научились бы мирно сосуществовать, либо человечество кануло бы в небытие, подавленное господством огромных рептилий. Впрочем, возможно, совсем не астероид был основной причиной исчезновения динозавров с лица Земли. Некоторые ученые полагают, что царство гигантских рептилий начало приходить в упадок задолго до столкновения. Большим стартом эволюции принято считать поздний триасовый период, точку во времени около 220 миллионов лет назад. Тогда новые виды начали появляться и развиваться быстрее, чем вымирали старые. Спустя 120 миллионов лет такого бурного развития, то есть примерно за 30-40 миллионов лет до падения астероида, популяции динозавров уже начали стремительно уменьшаться. Особенно страдали плотоядные тераподы, к которым относится и тот самый легендарный тираннозавр. Оценить вероятность самостоятельного вымирания динозавров невероятно трудно, ведь смоделировать развитие планеты, на которую тот самый метеорит не падал, почти невозможно. А вот представить пример выживания сквозь миллионы лет довольно легко. Любопытный факт. Ученые считают, что динозавры были предками птиц, и что современные птицы – ближайшие родственники тех самых ящеров. Так что у голубей или куриц куда больше общего с тирексом, чем вы думали. Хотите узнать еще больше интересных фактов и гипотез о динозаврах? Смотрите дальше, все самое интересное впереди. Северный динозавр. Большая часть окаменелых останков динозавров была обнаружена в засушливых и пустынных регионах планеты. Это легко объясняется тем, что в такой местности кости сохраняются лучше, а извлечь их из-под земли намного проще. Но в 2015 году исследователи обнаружили останки гадрозавра, так называемого утконосого динозавра. Произошло это в окрестностях реки Колвилл на Аляске. По мнению ученых, обнаруженный ими динозавр был теплокровным, а значит, зимовка в суровом климате не составляла для него трудностей. За последние несколько лет исследователям удалось найти на Аляске останки 13 динозавров, однако их, к сожалению, не удалось сгруппировать для выделения отдельного вида. Слишком уж фрагментарными и деформированными были окаменелости. И вот, в 2015 году ученым наконец повезло. Им удалось найти почти полные скелеты целого стада крупных утконосых динозавров. По мнению ученых, большинство из найденных ими представителей стада были достаточно молодыми особями, достигавшими в среднем лишь метра в высоту и около трех метров в длину. Однако палеонтологи считают, что это далеко не предел, и взрослые особи могли быть куда более крупными – до 10 метров. Интеллект динозавра В гипотетической вселенной, где динозаврам удалось бы дожить до наших дней, они могли бы измениться до неузнаваемости. Были бы современные тираннозавр и трицератопс хотя бы отдаленно похожи на своих предков. Это доподлинно неизвестно. Но известно, что природа способна на самые невероятные чудеса, чего стоит один только эволюционный путь от простейших до млекопитающих высшего порядка. Еще один важнейший вопрос гипотетической вселенной – какие изменения претерпел бы интеллект динозавров? Ученые обладают целым набором доказательств того, что уже ко времени падения метеорита 66 миллионов лет назад некоторые виды отличались уникальной сообразительностью. В пример обычно приводят стенонихозавра, также известного как Траадон. По физическим параметрам этот ящер не выделялся ничем особенным, и по силе, и по размерам он был средним. Однако его мозг был необычайно крупным, если сравнивать его с пропорциями тела. Заинтересовавшись случаем Траадона, ученые пришли к выводу, что представитель этого рода мог считаться умнейшим из динозавров. Известно, что передвигался Траадон на задних ногах и мог использовать передние конечности для выполнения движений, требующих мелкой моторики. Еще один интересный факт. У него было полноценное бинокулярное зрение, и глаза были расположены не по бокам, а спереди. Динозавр смотрел на мир почти как человек. Но мог ли такой ящер в результате каприза эволюции стать подобным нам? Большинство ученых сомневается в этом. Эволюционный путь для достижения такой цели был бы почти невозможным. В конце концов, крокодилы обитали на Земле со времен динозавров, но похожими на людей так и не стали. Понравился бы динозаврам современный мир, ведь в наши дни мир страдает от другого затяжного кризиса – глобального потепления. Мало кто знает, что для популяции динозавров экстремальная жара была так же губительна, как и холод. Как на самом деле выглядели динозавры? Конечно, все мы представляем в общих чертах, как выглядели самые известные виды динозавров. Но правдив ли их образ на самом деле? Хорошо знакомые нам монстры из фильма «Парк Юрского периода» построены при помощи компьютерного моделирования. Но возможно ли соблюсти точность, воссоздавая существо лишь по его костям? Вопреки распространенному мнению, не все динозавры были крупными или гигантскими. Палеонтологи убеждены, что во время расцвета эпохи динозавров планету населяли ящеры всех цветов и размеров. Например, самый маленький из известных науки динозавров весил несколько сотен граммов. Удивительно, но самое большое животное из всех когда-либо существовавших на Земле по-прежнему живет на ней. И это никакой не динозавр. Это синий кит, так что не стоит сильно впечатляться, когда вам в следующий раз предложат представить себе древнюю акулу Мегаладона. Впрочем, синий кит безвреден для человека, а вот о хищной доисторической акуле такого не скажешь. Доказательство гипотез. Предполагая, что динозавры жили в течение последних сотен тысяч лет и даже встретились с людьми, можно ли допустить, что они дожили бы до сегодняшнего дня? Похоже, что да. Да, разумеется, если рассматривать гипотезу, при которой люди также выживают как вид, нужно учитывать и негативную сторону человеческого фактора. Ведь, если вы не знали, люди истребили мамонтов и другую мегафауну. Безусловно, они начали бы охотиться и на динозавров. Могли бы люди прикончить динозавров без помощи астероидов и изменений климата. К сожалению, статистика исчезнувших из-за человековидов говорит о том, что это вполне возможно. И все же, в одной из альтернативных вселенных на Земле вполне могли уживаться люди и несколько видов крупных травоядных и даже плотоядных ящеров, похожих на тираннозавров. Сегодня они могли бы существовать в охраняемых пустынях и национальных парках, подходящих им для жизни. Возможно, самые маленькие не птичьи динозавры адаптировались бы к городской среде и процветали бы с людьми в городах наряду с голубями, крысами и чайками. Что ж, а на этом все. Напишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы ученые воскресили динозавров. И спасибо вам большое за просмотр. Продолжение следует...